Какова главная задача любого работодателя, в том числе сидящих здесь? Мы ее условно назвали мечта каждого работодателя, это найти Джона. Знаете эту историю про Джона, который во время, в конце 19 века, во время Американо-испанской войны, случился конфликт, и главнокомандующий американскими войсками вызывает начальника штаба и говорит, нам нужно обеспечить скоординированные действия с партизанскими отрядами на Кубе. Для этого нам нужно доставить письмо, секретное письмо Маурицио. У нас есть план, как обеспечить доставку туда, но это сделать чрезвычайно тяжело, потому что нужно пройти через три рубежа, во-первых, водные преграды и через три рубежа охраны. Есть у тебя такой человек или нет? Начальник штаба подумал минуту и говорит, есть у меня такой. Говорит, зовут его Джон, но сейчас он сидит на гоупахте. Впрочем, это с ним случается регулярно. Он говорит, давай срочно доставай, приглашай его сюда. Проходит полчаса, вызывают Джона. Джон входит в кабинет главнокомандующего, немножко обросший, потрепанный. И главнокомандующий задает ему вопрос, говорит, вы Джон? Да, сэр, я Джон. Командующий кладет на стол пакет и говорит, вы знаете, это тот пакет, который нужно доставить Мауриццо. Сделать это чрезвычайно тяжело. Этот странный человек вот все это время, не останавливаясь, движется к столу, берет этот пакет, разворачивается и уходит. Недоуменный главнокомандующий спрашивает начальника штаба, слушай, что происходит, куда он пошел? Говорит, пошел доставлять пакет. Я ему не сказал, куда, я ему не сказал, как. Я не сказал ему, кто такой Мауриццо. Он говорит, сэр, расслабьтесь, это Джон. Через два дня пакет был в руках у Маурица, еще через два дня Джон стоял с пакетом, таким же в кабинете у главнокомандующего. И небрежно вбросив на стол главнокомандующему этот пакет, отпустил очередную хамскую шутку в адрес главнокомандующего. Сэр, вы чуть было не сделали самую главную ошибку в своей жизни. Какую? Вы чуть было не поставили мне задачу, в соответствии с которой я бы обязательно провалился. Мечта любого работодателя найти такого Джона, которому не надо объяснять дорожную карту и так далее, и так далее. Так вот, мы поставили перед собой задачу понять, кто такой этот самый Джон, в кавычках. Мы его назвали шейпером или творцом, или создателем будущего. Кто такой этот самый редкий тип, которого ищет любой работодатель? Как его определить, как его дефинировать? Мы для себя определили, что этот зверь составляет 0,04 от общего количества персонала. И найти его чрезвычайно тяжело. Его отличает три взаимоисключающие компетенции. Первая из них на экране – это наличие у него воображения и креативности. Второе, что является противоречием первого – это человек с абсолютно развитым системным мышлением. И третье, что еще более редко сочетается с первым и вторым – это высокий экзекюшен, или то, что называется мастерством исполнения. Человек, который обладает вот этими тремя компетенциями, является мечтой любого работодателя. И если вы меня спросите, как стать вот этим самым формирователем будущего и «джоном» в кавычках, я хочу сказать, что развивайте в себе эти три вещи.